на эту тему ну в общем у него на любую тему он не разделяет мир христов и этот мир вот его тема и это никто не заметил религиозный человек он тоже не разделяет потому что религиозный человек он не в церкви и он не разумеет что значит церковь и евангелие не разумеет учения христа никто кто находится в религии поэтому в принципе он слушать любой человек религиозный будет говорить да правильно он так изворотливо там на вопросы отвечает примеры приводит объясняет их так примеры какие мирские принципе он на грехе то не говорит он привязывает евангелие к этому миру вот в чем дело вот как коммунисты примерно хотели изменить человека они что хотели сделать изменить человека они хотели коммунист и на самом деле у меня дед был коммунист и причем коммунист был серьезный искренне честный коммунист был been to be человеке честный порядок и же всерьез не воспринимают современники, например, либералы, Единая Россия, они не знают учения. Там целое учение духовное у коммунистов. Но это душевное, бесовское. Это ветроучение бесовское. Они хотели изменить человека. Вот так он проповедует, чтобы изменился человек. А как изменился? Чтобы он так начал поступать. Вроде как все правильно. Вроде как похоже на Евангелие. Кто не знает учения Христа, он обязательно примет. А кто скажет, что не так? Есть как бы такие помарки, но они временные. Вот как ты заметил, что он как бы слишком радикально стал рассуждать и говорит, что вообще не надо никаких замечаний сделать, даже и рассуждений не надо, потому что ты же не знаешь по сути человека, ситуацию. Ну, ничего не знаешь. И тут он перегнул. Но он это исправит потом. Он потом в следующих и он это увидит в себе. Он очень хитер. И он увидит. И может, ты замечаешь, как он уже изменился в своих беседах. Замечаешь, да? Каждый раз меняется. Он каждый раз новый. Да, и каждый раз искуснее становится. Не замечаешь этого? Каждый раз осторожней он в высказываниях. Да, да, да. И искуснее становится. Как бы возрастает на этом поприще. А то, что не судите и не судимы будете, ибо а дальше не говорит. Он не собеседник. А дальше что? Ибо каким судом судите ибо и сами судимы будут. И вопрос судить это не рассуждать. Он это собрал все вместе, но потом он немножко поправится. А так он говорит в принципе как бы для человека душевного хорошие вещи говорит вроде. Очень неплохие вещи. Либеральные, свобода, любовь. Но все это он применительно к этому миру. В мире этим там жить. Вне церкви эти раз. А послания все церквам пишется. Святым. избранным. И я уже говорил сколько раз, но кто слышит, тот слышит. А кто не слышит, ну что ж, уши закрыты, глаза закрыты. Благодатью мы спасены и сиене от вас Божий дар, дает. А дар в нас это Христос. Вот чтобы он жил в нас. Он возрастал. Если он будет жить в нас, то он возрастает в нас. Не я живу, а живет во мне Христос. Вот во Христе душа спасается. А так рецепты, рекомендации, там где пройти мимо, где не сделать замечания, где там это бесконечно будет. Вот будет он жить еще сто лет. И вот сто лет он будет оболванивать людей. И люди будут тысячу лет слушать. И они не достигнут ничего. Потому что Христа не проповедуется Христос пришедший во плоте. Это вместо Христа предлагается вместо Христа. Антихрист. У меня я когда слушаю после нашей беседы у меня в голове одно и крутится иной Христос иной Христос. слушаю и понимаешь что в голове это два слова иной Христос. Так он сам уже как Христос. Он как Христос. почему? Потому что люди к нему уже прилепляются как спрашивать советы и из него прямо идут эти советы. Он и есть. он и есть Лже Христос. Лже Христос это и есть Антихрист. Это одно и то же Лже Христос и Антихрист. потому что дух в нем этот дух а что этот дух делает он живет так тебе уже хватит наверное участвовать да все пойдешь иди вот вот свидетельство Иисусова есть дух пророческий это дух который в нас это дух Христа это дух пророческий это есть свидетельство Иисусова это дух Христа это дух усыновления душа дух и она соединяется когда с этим духом вот уже не двое одна плоть это его жена соединяется во Христе откровением можешь и все тайны знать и наставлять кого-то и что-то поистине говорить он Дмитрий например он уже поднаторел он уже его беседы уже не чем те которые сначально были он же меньше помарок таких каких-то делает и что с того он вещи духовные говорит а люди многие его слушают они просто они не способны слышать даже о чем он говорит он вещи духовные говорит да не каждый способен слышать и различить и вот как раз вот этот он сети расставил сети и в эти сети будут попадать уже чтобы божьи попались вот эти мирские религиозники они не попадутся подожди подожди интересно вот это вот сети расставил мне интересно вот эту тему раскрыть а вот так сейчас сможешь объяснить из чего они состоят сети это его учение а в чем а в чем если коротко смысл учения в чем а все что он говорит это какой смысл он же о любви говорит любить призывает а вот поэтому призывает любить конечно вот соблазин он говорит обо всем только хорошее ну и к чему вот тогда в сети есть эти самые такие вот матни знаешь вот эту матню и к чему он приведет тогда если ты видишь изначально тогда ты что с человеком произойдет какая трансформация ему Христос не нужен будет его если сказать так пророчество это дух пророчества дух антихриста он пророчествует то что он говорит это он пророчествует это не плотский разговор сильно к миру к миру к этому миру от этого мира для этого мира надо умереть а он не собирается умирать для этого мира вот он говорит едет кто нибудь друг он признает дружбу с язычником да с любым человеком дружбу признает все он все в мире он признает он признает футбол что плохо футбол он очень хитро подводит ну ко всему чему подвести вот я слушал вот это ну смысл какой что если кто-то едет допустим а я с ним радоваться должен вот он едет отдыхать куда-то на море голой женщиной все ему отдыхать я с ним порадуюсь мерзость грех а вроде как порадуется что ж он плохого то сказал это плохо ну плохо он обратится потом не суди никого как он до этого говорит что собеседник там говорит а вот эта женщина там стриптиз или что-то такое он говорит ну и что это плохо он говорит да плохо он здорово говорит но не зная мира Божия и учения Христа и вообще Христа этому как бы все хорошо он говорит это противостоять ему старается вот этот второй второй демон старается находить у него что-то и вроде не глупый парень а не получается вот последняя беседа он старался ему противостоять не глупый парень и похоже что совестливый что он все-таки где-то есть неискренность такое впечатление и он старается нелицемерно с ним разговаривать беседа у них получается как все равно театральное представление специально наигранное и он все равно и он все равно его все равно запутывает как муху все равно паутина его закручивает закручивает вот и все а почему потому что тот не может ему противостоять дух антихриста он дух интеллектуальный он знает с кем как говорить он сам сперва слушает заметил ты или нет ну заметил я думаю он сперва слушает и как ошарашенный сидит и он не знает что ему отвечать вот когда начинает вот этот человек этот он ждет дух когда дух войдет а он сам ждет так что он будет ответ как же как же как же в этой ситуации будет теперь выкручиваться понимаешь выкручивается это не первый раз ты не замечал такое да я постоянно видишь если ты это видишь если ты это видишь еще говоришь после этого что того кто-то еще не распознал христианин он или нет бог знает лукавишь ты или нет вот послушай у меня знаешь как сейчас ну я себе как растолковываю все это вот у него как бы учение он принимает учение смотри какое у него от осипа вот это он сильно подчеркнул то что конечности мук вот он поверил в то что чтобы я сейчас не делал я все равно господь меня как бы лучшее приведет господь он любящий отец он отец всем вот и он сына всегда ну пусть он даже помучит немного он выведет понимаешь он этим утешил чтоб со мной сейчас не было я сейчас вот война я выйду грудь распахну брата закрой и стреляйте мне в руки и как бы там ни было я все равно буду в лучшем состоянии вот он верит это из этого истекает вся все его учение вот может быть заблуждаясь человек может быть он искренне заблуждается и на этом сатана его подкусывает он заблуждается конечно от истины то он заблуждается а так как он не от истины он не заблуждается это его сущность ему это нравится это он не заблуждается чего ищет душа он чего ищет дьявол помогает найти по-человечески рассуждает и заблуждается чего ищет душа бог не дает заблудиться с искренним господь искренним а с лукавым полукавствуем дух дух господь посылает дух какой нечистый дух заблуждение чтобы вообще к истине никакого отношения не имели много званых но мало избранных понимаешь так написано много званых много понимаешь а избранных мало и петру сказано ты некогда обратившись тверди братьев своих некогда петр апостол когда-то это это пророчество господь говорит я первый в последних я тот же вот что в начале была церковь она будет собрана камни будут время разбрасывать камни время собирать вот будут собираться камни в конце сейчас церкви нету какой церкви вот этой как в начале церкви она собрана так и в конце в середине церкви вообще не существовало подождите сейчас здесь остановимся то есть ты имеешь ввиду как Христос собрал вот их рыбаков да в церковь да они церкви насадили вот эти а потом как отходил Павел он говорит по моему отшествию войдут к вам вот такое время уже настает лютые волки нещадящие стадо все пошло разрушение с того времени это второй век все уже покатилось это Константин это все лживое пошло лукавое за деньги покупаемое там это католики православные копты не коп но все это религия все это тьма все разрушил дьявол разрушил но оставались единицы единицы сколько их я не знаю а в конце сатана просил вас сеять как пшеницу вместе никого нету рассеянный сейчас по миру рассеяны ученики причем не утвержденные не утвержденные именно ученики именно делатели которые пойдут в последнее время собирать церковь собирать собирать божьих собирать спасение вот кто послушает их кто поверит в них какие дела делать нам божьи а написано веровать посланников вот посланник в него надо поверить вот пришел вот ему кто даст кто его примет тот христа примет а кто христа примет тот примет бога отца а вообще понимает бога это бог придет сыны божьи тварь стенает в ожидании откровения чтобы открылись сыны божьи так же и мы он пишет стенаем в ожидании имея начаток духа начаток духа дух христос нас ожидаем усыновления искупления тела нашего а что значит искупление тела нашего все уже тело это храм духа святого и она не принадлежит ни роду ни национальности ни стране не принадлежит кему абсолютно и не раб и не свободный и никто в этом мире никто только христов принадлежит это тело для служения и для жертв любовь истинная любовь только в ком в тех в ком дух христов в тех понимаешь и вот душа соединяется с этой любовью и ее никто объяснить ему что-то они и говорят что плоды духа нету плодов духа понимаешь есть плод духа плод а этот плод в себе содержит вот эти все качества понимаешь сейчас внимательно плоды духа вот это Дмитрий тоже плоды духа а почему ты решил что это именно плод а прочти плод духа а написано плод да плод духа этот плод вот плод это Христос это дух Христа и сам Христос понимаешь вот он плод плод духа это Христос он ведет это характер Христа это характер Сына Божия вот ты таким становишься в духе душа твоя и милосердие и долготерпение всему верить всего надеяться кто Христос в тебе характер вот это это не плоды которые вот один плод потом другого плода вот это есть а у этого нет нет там это все вместе так гала там у нас есть плод же духа любовь радость мир долготерпение плод сердце вера а плод входит вот эти составляющие и вот еще есть кефесиным потому что это очень важно плод духа состоит во всякой благости праведности истине ну да ты прав здесь это очень важно да очень важно душа она как невеста любящая должна только Христа ожидать и в принципе если это по плоти волнует человек он любознательный а как там а как там через это дьявол много действует во Христе сокрыты все тайные видения Божии вот Павел был на небе до третьего неба был восхищен даже не знает в плоти в теле тела ли он не знает но и не молится он чтобы как же на самом деле ему была такая милость оказана он не может передать эти слова которые там слышал ерунда это научиться любить как это вот как раз таки этот Дмитрий учит любить а любви не научишься любовь это Бог это познается любовь познается это соединение с Духом это Дух в ком есть Дух Христа в том любовь и вот если душа познает Духа во Христе вот тогда она познает любовь ту любовь которая не существует во вселенной в этом мире Бог она достигается научиться этому нельзя вот учит этому а любовь достигается а что значит достигается достигается к Духу надо Дух достигается соединение с Духом невеста достигает жениха жена мужа вот даже не убивающих если а обижающих но под обиду тоже можно многое вот благословляйте обижающих вас кто обижает а нет молитесь нет благословляйте проклинающих вас и молитесь и молитесь за обижающих но если мы молимся за обижающих все равно же что мы, значит, относимся к ним с любовью. Но если молишься, ты за обижающего тебя человека. Ну, молись с любовью. Я посмотрю, как человек, если он напрягаться... Призваны, мы же призваны к этому. Призваны мы по вере жить во Христе, освящаться призваны. А ты это будешь делать, если Христос в тебе живет. Вот если в тебе Христос, и ты истинной веры будешь во Христа, значит, ты живешь Христом. Вот Христос в тебе молится за обижающих, не за всех. А будут среди них, если вот обижающие, за него помолятся, не за всех. В том-то и дело, если тебя обижают, а Христос в тебе побуждает тебя молиться, то ты не отвергай, ну как же он обижал, а я буду молиться. Это можешь ты умом своим, понимаешь, противостать этому. И умом это здраво будет, и логично, и по-человечески. Но ты по-человечески не должен. Ты должен... Христос в тебе живет, и он молится. И ты, душа, должна предаться Христу и делать это. А другой тебя обидит, так никаких молитв за него. Понимаешь? Что значит душу полагать? Это не то, что за стол и автоматов лататься. Душу полагать – это другое, за братьев. Это не умирать за братьев. Умирать за Христа. Вот апостолы умирали за Христа. А за братьев нет, это другое совсем. Душу свою полагать – это значит по плоти не поступать в отношении брата. Понимаешь? Умирать. Не показывать свой характер. Если брат твой согрешил, вот зло мне воздавать за зло. Что все равно молиться за брата. А если плоти по плоти, то и обида будет, и будет и ссора. Не плоские ли вы? Если между вами написано – распри, ссоры, понимаешь? Не плоские ли вы? Не младенцы ли? Вот младенцы во Христе, они божьи, но ссоры, понимаешь? Вот они душу свою не полагают друг за другом. Не полагают. Не умирают. Вот живьем умирать надо. Понимаешь? Умирать для мира надо. Вот душу свою полагать ради Христа. Кто сбережет душу свою, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою, просто потеряет, а ради Христа. Тот приобретет ее в жизнь вечную. По плоти мы разные все. И возраст, и характер, и национальность. Все-все-все разное. Понимаешь? И по плоти, по плоти душу свою полагать. Вот ты, например, родной национальности. У меня одни понятия. У тебя другие. Воспитание, разное, все. Мы по плоти вообще, если начнем общение, иметь. И иметь. Не знайте друг друга по плоти. Мне по плоти бы это не нравилось. Это неприемлемо было. Вот ради брата это делать. Чтобы брату ничем соблазном не послужить. Что есть богослужение? Вот эти религии, там все богослужение, богослужение. Там православие, там католики и так далее. Богослужение. А что есть богослужение? Оно существует богослужение. Что есть богослужение? Это взаимоотношения. Вот взаимоотношения. Я всегда и понимал, что это отношения между людьми. Служить именно Богу вы эти. Не людьми. Между братьями. Братьями, да, у тебя все вот. Ну я, я имею в виду отношения такие, да. Нет, это серьезно. Братья, любите друг друга. Так как этот Дмитрий говорит. Надо всех любить. И не только всех. А все даже творение любить. Вот даже вот стены, наверное, крышу. Надо банку любить. Ну все надо. Вот все предметы любить. Ну его послушаешь, оно так выглядит. Понимаешь? Все материально. Все, что видишь, надо любить. Понимаешь? Ничего не надо любить абсолютно. Любите друг друга. Заповедь новую даю вам, ученикам, детям. Они достигают любви. Я осветил вас словом истины, Господь говорит. Словом истины осветил. И что? И потом дает заповедь. Знаешь? Новую. Любите друг друга. А словом истины осветил. Потому что все они поймут. Заблуждение уже не введет. Никакой там Дмитрий. Никакой там Кузнецов. Ни дьявол. Ни сатана. Ни ересь. Уже в заблуждение не введет. Ничто. Уже знаешь, что значит. Как любить, что для этого надо. А вот этот Кузнецов, он свою любовь. Антихрист проповедует. Радоваться с грешником, что он там едет плохо. Ну и что плохо. В футбол там. Да еще примеров. Ну запросто их там. Ну они там выскакивают. Но подожди. А вот если тему развить эту. Как христианину ему как поступить надо. Ему надо назвать их место и отойти от них. Как ему поступить. Какое место? Откуда отойти? Ну то, что они грешат. Сказать, что они грешники и облечить их, да? Или вообще с ними не соприкасаться? Не иметь друзей. Невозможно, чтобы христианин имел друга. Ну по-настоящему в этом понятии язычника. Это невозможно. Чтобы женился христианин на язычнице. Или чтобы христианка вышла. Вот у меня племянница вышла замуж за язычниками. Ну вот уже они расстались. А я предупреждал. Племянник женился на язычнице. Расстались. Я предупреждал. Я предупреждал. А они так думали. Те говорят, что... Ну да, верующий. Такой компромисс. Я говорю, он верующий. Ну да, верующий. Вот он был в храме. Он крещен. И все. Я говорю, ты же понимаешь, что это не значит, что он верующий. Или племянник. Она верующая? Ну да, верующий. Сейчас спроси любого. Верующий, верующий. Вообще невозможно. Нельзя этого делать. Любой компромисс с миром, с тьмой, со грехом, согласие какое-то. Себе оставить какие-то грешки, которые, например, нравится что-то. Ну нравится же. Вот за город шашлычки сделать. Посидеть под гитару. Ну что плохого? Говорит, если ей все тело отдам на сожжение, на сожжение, и буду тайной, и то, и то о любви не имею. Я ничто. В этом мире есть такие, которые, вот и была, эти секты всякие, это что они? Что они любят? А есть у них какие-то цепи, вот они шурили, такие цепями до крови. армяне, вот есть армянская такая, вот по Владикавказу, они еще, они, ну, не по улице идут, идиоты, кровь, и что, всякие есть. Ну и поэтому судить. Есть пророчество такое в православии, священник один, он что говорил, причем это сбывается вот сейчас на глазах, он говорил, что настанут времена, когда всех христиан будут в Сибирь сводить на поселение, вот, и он говорит, что спешите, успейте за последним паровозом, ну, чтобы попасть туда, на то поселение, потому что потом будут эти христиан, которые не успеют попасть то поселение будут убивать, или в тюрьмы сажать, не помню я. Вот, и сейчас смотри, как развиваются события, вот, в связи с этим пакетом Яровой, да, как раз, чтобы вот всех сейчас, тех, кто благовествует, всех сейчас пока штрафами наказывают, вот, а потом это все перейдет на интернет, будут вылавливать этих людей, и от... Но я понимаю, никто не спасется, хоть в Сибирь, хоть закапываться будет, там, в бункер какой-то себе. Спасение, говорю я, то, что объединят, христиан всех объединят в одном, вот, то, что вы сейчас все рассеяны по миру, придет время, когда всех сведут в одно место, и как раз будут свозить тех людей, которые именно сейчас Христа проповедуют, вот, таких одиночек, как мы. Может, может, может быть, но, если человек Божий, если он Бога боится, понимаешь, заповеди его исполняет, ибо это все для человека написано, Бога бойся, и заповеди его исполняет, то Бог сохранит, а там все содействует ко благу, ко спасению будет, к Евангелию, все содействует, и дьявол ничего с такими не сделает. А если кто просто пророчество читает и подвяжется и скажет, так, надо ехать в деревню, уже время, уже посмотрел по телевизору, похоже, что все. Понимаешь, сам по себе без Бога ничего не можете, написано, и не от подвязающегося, а от Бога милующего. И не обязательно читать это пророчество, допустим, Бог сохранит. Блажен уповающий на Господа. Вот кто уповает на Господа, вот тот и будет и спасен, и восхищение будет. Я думаю, восхищение прежде всего будет восхищение невесты. Вот это будет. А потом уже пойдут посланники. Остальных от семени ее спасать. Это уже пасти народы жезлом железным. Будет дитя ее, дитя невесты, которая будет восхищенная. Это дитя, это апостолы пойдут посланники и будут пасти народы жезлом железным. Каким народы? Каким народы пасти? Он жезлом, а жезл железный это власть, он придет со властью. Этот кузнецов Кузнецов говорит, что Бог никого не судит, Христос не судит. Христос он пришел спасти, а теперь судить придет. Он в детях придет, в сынах придет, будет спасти жезлом железным. Народы. Какие народы? Что русские, французы, чеченцы? Нет. Народы это народы духовные, православных, католиков, баптистов и все. Вот эти народы будут почти жезлом железным. И уже спасать не будет. Жасон будет. Суд уже на кого простите, на ком оставите. Покаяться, простит апостол. Ну, а как ты видишь предвосхищение невесты? Не знаю. Тоже никак не рассматриваешь, да? Я как-то пытался рассуждать, но от меня отходят все эти поиски. Вот только что дается мне для рассуждения, что приходит какое откровение, я разумею. А так если не дается, то и своим умом вторгаться в служение ангелов, вторгаться. Дэвид, смотри, а я вот сейчас как раз вот это вот позиции, это будет, причем во всех странах происходить, что всех христиан вот как бы будет сконцентрировано одно учение, допустим, сейчас вот у нас объявят там мусульмане, вот у нас все, вот они христиане, патриарх Кирилл это христиане, все остальные это мусор, как раньше, знаешь, в 80-е годы всех инвалидов свезли тут куда-то за Москву, так и вот с христианами будут, и они как раз соберутся в одном месте христиане, и вот может быть невеста как раз будет предвосхищена именно этим, покажут именно христиан всех церковь, все покажут миру. Ты знаешь, я где-то, где-то я понимаю твои вот интересные рассуждения, это очень интересно, любопытно, но я не прочь бы об этом узнать, но как бы особо меня, чтобы это волновало, а как же меня раньше так волновало в последнее время, это 91-92 год, это вот 25-26 лет назад меня волновало в последнее время, я думал, что осталось ну год-два и то много, думал, вот последнее время, и мы с братом в последнее время, что же будет, как это все будет, очень интересовало, по событиям определяли, что вот эти как раз 90-е годы, да, и по событиям, и по событиям, и по пророчествам еще, пророчества были, что в последнее время, а мы думали, что годы, а в последнее время, оно растянулось лишь на долгий, это все в последнее время, но очень много событий идет, вот за эти 30 лет столько событий, развал союза, мир булит, булит, это техника, как скачок какой, компьютеры, интернет, мобильные все, чипы эти, такой скачок научный. Ну, знаешь, я вот сегодня только смотрел опять ролик, прям, я не знаю, попался на глаза или как, откуда он пришел, я, в принципе, от этой темы давно уже не следил за ней, и раз тут он мне попадается на глаза, и, в общем, там выступают ученые и российские, и американские, в общем, цель, чем сделать из человека киборга. Вот этот мир, он вроде такой сложный, он на самом деле, но для Бога это ничего сложного нет, не мудрое Божие мудрее мудрого человеческого, понимаешь, и вот эти все достижения, киборги, человек, все, это для нас это нечто, что-то, там, мобильники, открытия, вот эти, понимаешь, и Бог на это не ориентируется, это все допущено. Бог, если бы захотел, никаких киборгов бы не было, а князь мира сего дьявол, и он это все делает, у него своя цель определенная, а по сути, вот это дьявол и все эти духи, они, оказывается, все, ну, как бы, служат в божественной программе, понимаешь, сами того, пускай они не хотят, сами, что бы они ни делали, а Бог такой премудрый, что все ко благу, все ко благу для спасаемых, для призванных, святых, все ко благу, совершится и вам. Ясное дело, он же, если он заранее предусмотрел, предузнал все, то, конечно, он знает о событиях, но он, я не знаю, насколько он делает, если он это предвидел, предузнал, то, может быть, это не он делает, а он просто знает о том, что будет происходить, и не вмешивается в историю. этот мир соблюдается к огню. Вот если бы Бог не соблюдал этот мир словом своим, этот мир давно бы погиб уже, погиб, люди истребили бы друг друга давно, уже бы эпидемии тоже и человечество соблюдается. И все намного, как бы, превосходит человеческое разумение. Можно рассуждать там политики, философы, историки, гордоны, всякие там академики, ходи все пытаются, многие там книги писать, все, но это все мудрая человеческая, она меньше, чем не мудрая Божия. К чему об этом говорю, то, что ты вот сейчас говоришь, что давно бы, уже, конечно, давно, но что нам об этом Евангелие говорит, что пока не забран удерживающий от среды, как только Господь заберет удерживающий, так все и произойдет, конечно, это, мы знаем из Писания, поэтому я размышляю на эту тему. А я размышлял, сколько, знаешь, сколько я размышлял, тоже размышлял, ну, размышлял и что, ну, размышлял, размышлял и размышлял, но это, эти размышления не есть путь, путь, понимаешь, это не есть крест, это не есть отвергнуться себя, вот должен отвергнуться себя, взять кресло и последовать за Христом. Вот путь ученика. Александр Андрусенко, он что, уже с тобой опять в православ болото в это направился? Ты его тоже, он вроде из болота вылазит, ты его опять туда затаскиваешь, да? Да ничего, он сам все решает. Ну, конечно, решает, но ты же вот тянешь болото так. А о чем вам еще разговаривать? Вот вы общаетесь с ним, да? Вот ты опять, опять там эти предания, у тебя опять каноны, опять батюшки и все остальное. Я тружусь там, где Господь поставил, там и тружусь. Да никто тебя никуда не ставил. Чего ты начинаешь? Страх имеет, тебя поставил. Я вот смотри, у меня лимфа из ног течет, лимфа из ног течет у людей, это у предсмертных, это неделя до смерти. Вот у меня и течет лимфа уже, которая вот, понимаешь, я вот знаю за себя, я вот неделю перестану делать то, что делаю, я умру сразу. Я сразу умру. Да, чудесным образом Господь вот так тебя держит, и сколько ты мучаешься. Какие мучения. Что не успевают пеленки, вот эти лимфы выходят по стакану, наверное, за сутки из ног. Ну, течет, ты представляешь, дырки в ногах образуются, оттуда это у покойника за неделю до смерти такое бывает. Да вообще невообразимо, что с тобой происходит. Вобневообразимо. Поэтому я думаю, что Господь все-таки для этого меня и держит. Ой, я просыпаюсь и не знаю, что делать, и Господь мне показывает путь. Ладно, брат, что, поговорили, это... Ну, помолись за меня. Помолись за меня. Помолюсь, конечно, помолюсь. Мы молимся за тебя. Правда, редко. И даже не молимся. Сами по себе. Пойду, помолюсь я о Сергею. У меня такого нет. У меня через жену. И через нее, по-моему, она говорит, вот, Бог говорит, помолиться, чтобы помолиться, вот, например, о Сергее Козлове. Да, конечно. Или еще о ком помолиться. Как бы, уже какое-то время я сам мне не приходит, так что, ну, помолюсь я о том, о том. Только если Бог побуждает, Бог управляет. Я так же тоже и молюсь. Да помилует нас Господь Иешуаха Машиах, Бог наш. Спасибо.